Доброе утро, уважаемые трейдеры! Приветствую вас на очередной торговой сессии этой недели. Снова мы в строю, следим за новостным фоном, оцениваем фундамент и пытаемся спрогнозировать с максимальной вероятностью, если можно так сказать, то, что может произойти с нашими излюбленными инструментами, которые составляют основу нашего торгового арсенала. Мы знаем то, что эта неделя не совсем обычная, потому что есть как минимум три серьезных новостных события, которые могут грянуть в самое ближайшее время и сказаться на динамике совершенно разных активов. Ну, во-первых, вы помните, для евро это тема выборов, политически очень важная. Выборы в Нидерландах, я чуть позже расскажу подробнее, собственно, о том, что там интересного для американца. Это, конечно же, ожидание процентной ставки. Мы, безусловно, еще продолжим следить и за тем, что происходит на рынке нефти, потому что сейчас, особенно после тех потерь, которые этот актив Brent и W понесли на прошлой неделе, он, безусловно, интересен. И я думаю то, что коррекционная динамика, она будет преобладать и дальше. Ну и, конечно же, мы параллельно следим еще и за британцем, потому что еще на выходных было обозначено то, что Тереза Мэй, которая занимает пост премьер-министра Англии, может инициировать 50-ю статью вот в самые ближайшие дни. Может быть, даже не придется откладывать до конца марта. Поэтому фунт представляет сейчас большой интерес для нас, как для трейдеров, ожидающих, в принципе, очень хорошее движение по этому инструменту. Ну и, в принципе, если вы посмотрите сейчас, в данной минуте, то, что я успел заметить, то, что на фунт сейчас оказывается серьезное давление. Также о британцем мы поговорим чуть подробнее. Ну, давайте начнем тогда с тех инструментов, с которыми мы всегда с вами стартуем. Это с рынка нефти. В частности, класс вчерашнего дня 51.42, сейчас актив торгуется на отметке 51.39. Не смогли мы, насколько, добраться до поддержки в 50 долларов за баррель. Ну, наверное, это было бы слишком опрометчиво с нашей стороны. Надеяться то, что Brent вот так вот легко сможет перевалить запланку. Потерям свыше 10%. Конечно же, должна последовать какая-то пауза. Возможно, именно ее мы вчера и наблюдали. Да и, в принципе, сейчас перед таким насыщенным новостным фоном, ожиданиями, опять же, той же самой процентной ставки, может быть, это основной катализатор для финансового площадка, сейчас трейдеры предпочитают больше сохранять такую выжидательную позицию, не торопиться, потому что любое неправильное решение по трейдингу может быть чревато большими потерями. Ведь мы с вами настраиваемся не просто на рост волатильности, мы настраиваемся на возможность однонаправленного затяжного движения. И когда оно случится, в идеале бы, конечно же, находиться в верном направлении. Если с направлением не угадаем, тогда нужно быть заведомо расчетливым и, как минимум, контролировать риски. Что касается рынка нефти. Вчера локальная пауза перед снижением, можно сказать, даже небольшое, незначительное восстановление. И подводя фундаментальные итоги вчерашнего дня, я хочу отметить то, что на рынке не просто не появилось каких-либо событий, которые улучшили настроение, может быть, даже сняли вот эту напряженность и несколько ослабили прессинг на этот инструмент. Я бы даже сказал то, что тот новостной фон, который несколько отличается от обычного, который стал известен нам вчера, он только усиливает, опять же, ожидание того, что снижение этого актива продолжится. Потому что вчера администрация энергетической информации из Соединенных Штатов Америки, которые буквально две недели назад, нас, как медведи, уже порадовали прогнозами роста добычи нефти в Штатах, по-моему, в этом году они прогнозировали увеличение добычи до 9,24 миллионов с возможностью роста до 9,78 миллионов баррелей в сутки в 2018 году. Хотя уверен, что эти прогнозы будут пересмотрены, потому что их последние наблюдения и отчет, который сейчас мы с вами можем проанализировать, это отчет, который указывает то, что активность в семи основных шельфовых месторождениях в предстоящем месяце будет только усиливаться. И в апреле ожидается рост шельфовой добычи на 107 тысяч баррелей в сутки, точнее на 109, до 4,96. Я думаю, что, опять же, видя те цифры по добыче, которые мы имеем возможность анализировать с вами каждую среду, когда публикуются данные от Минэнерго США в виде, опять же, прогнозы по добыче сланцевого производства, сланцевой нефти, шельфов, опять же, активности, можно сказать, что к концу этого года, наверное, в Штатах планка по добыче уверенно перевалит за 9,4 миллиона. Это мое субъективное мнение. Я, безусловно, продолжу следить за статистикой, так же, как и вы. И, надеюсь, то, что пока математика элементарная позволяет нам рассчитывать на то, что нефть будет добываться все больше и больше. Плюс ко всему, конечно же, пятничная статистика Беккер-Хьюз, рост до 617, это нефтяных сланцевых, буровых, что, опять же, поддерживает наши ожидания того, что объемы производства нефти будут расти. И, в целом, этот новостной фон вместе с максимальными показателями по запасам, исторические в максимуме, между прочим, максимальные в годовом эквиваленте данные по объемам добычи, по приросту нефтяных терминалов, это снова актуализирует идею того, что США уже даже являются угрозой не то чтобы даже для эффективности сделки ОПЕК по ограничению производства. Соединенные Штаты Америки и те цифры по добыче могут стать фактором, опять же, предпосылкой, из-за которой ОПЕК страны, регионы Ближневосточного картеля предпочтут больше не продлевать действия, сроки действия соглашения сделки, которая сейчас имеет место быть. То есть, вы помните, ограничение производства на 1,8 миллиона баррелей в сутки, это соглашение, у которого есть определенные сроки, в частности, на первые полгода 2017 года. Мы помним, опять же, некоторые комментарии формулировки со стороны отдельных стран ОПЕК, что уже, возможно, не будет целесообразности, необходимости для того, чтобы перетаскивать эту сделку уже до конца 2017 года. И я считаю то, что основная позиция, которая сейчас будет и дальше лоббироваться, может быть, даже той же самой Саудовской Аравии, это опасение того, что экспансия Соединенных Штатов Америки будет продолжена в еще большем ключе. Друзья мои, по рынку нефти, как и всегда, у нас достаточно факторов для оснижения. Я надеюсь, что наша субъективная позиция, моя, может быть, кого-то из вас, обретет большую поддержку большим капиталом, потому что сейчас единственное, что отделяет, опять же, этот актив от еще больших потерь, это большие деньги, которые должны быть влиты, опять же, в ожидание коррекции. Надеюсь, то, что произойдет это в ближайшее время, потому что параллельно с нефтью я еще торгую активно рублем, спекулирую, верю в то, что этот инструмент должен оказаться гораздо, собственно, ниже текущих значений. Ну и, соответственно, доллар против рубля выше. Котировки 58,82, пока 60, это только наша с вами цель. Мы не можем говорить о тестировании сопротивления в прошлом, потому что этого еще не произошло. Я надеюсь, то, что активизация распродаж нефти не заставит себя долго ждать, потому что мы вот полномерно подбираемся снова к статистике по запасам. На прошлой неделе, между прочим, именно отчет от Минэнерго стал причиной начала вот этих тотальных распродаж, эквивалент которых за неделю составил, какой за неделю, за три дня, около 10%. Поэтому сегодня мы в 23.30 ждем статистику по запасам от Американского института нефти. Я думаю, то, что запасы снова вырастут. Завтра уже данные от Минэнерго. В случае сохранения, либо хотя бы частичного повторения результата прошлой недели, это уже будет десятая неделя подряд роста потенциального, думаю, что медведи смогут получить второе дыхание и затащить все-таки бренд в район 50 долларов за баррель. Дальше идем. Доллар японская иена. Здесь новостная картина ничуть не меняется, потому что трейдеры находятся в режиме ожидания повышения процентной ставки. И, конечно же, гадают, что с ней произойдет, ищут объяснения для своей позиции более жесткой риторики со стороны представителей американского регулятора, со стороны Джанет Йеллин, которая даст пресс-конференцию по факту этого решения. Хотя мы уже получили достаточно того, что могло бы сподвигнуть нас на трейдинг по ожиданию повышения процентной ставки. Мы помним то, что буквально две недели назад, позапрошлую пятницу, Джанет Йеллин отметил уместность повышения процентной ставки, если макроэкономические данные будут соответствовать ожиданиям ФРС. Риторический вопрос, соответствуют ли эти данные ожиданиям. Конечно же, соответствуют. Посмотрите на пятничный отчет по Non-Farm Paralys, который оказался очень хорошим. Он подтвердил наличие высоких темпов занятости. И я бы даже сказал то, что высокий спрос, который сейчас присутствует в рамках американской экономики на рабочую силу, он оказывает еще и повышательное давление на зарплаты. Поэтому зарплаты растут в месячном выражении, но может быть не такими динамичными темпами, как кто-то прогнозировал из сверхоптимистов, но все равно прирост 0,2-0,3% – это хорошие цифры. И годовой по-прежнему остается на значении в 2,8%. Конечно же, такая статистика зарплаты, потенциальная активность потребителей может стать первоисточником для разрешения еще одной макроэкономической проблемы в Штатах – это низкая инфляция. И инфляция в целом, она сейчас постепенно смещается в район целей, которая была обозначена американским регулятором. После последнего отчета по Non-Farm Perils, вероятность того, что оставку по 8 сейчас составляет уже 92-94%. Но доллар, он как таковой, как инструмент, не отреагировал пока что на то, что это решение уже фактически вопрос, который ни у кого не оставляет сомнений. И исходя из этого, я могу предположить, что повышение процентной ставки еще не дисконтировано в стоимости американца. Поэтому мы можем спекулировать сейчас и на том, что это решение будет, ставку поднимут на 0,25% до единицы. И, собственно, после этого мы увидим еще как минимум два аналогичных решения до конца 2017 года. Сейчас, опять же, со ссылкой на последние данные Блумберга, 80% респондентов полагают то, что ставку повысит трижды. Очень сильно контрастирует эта цифра с тем, что мы слышали буквально две недели назад, когда число сторонников такого жесткого подхода к политике было всего лишь 20%. Времена меняются. В данном случае хотелось бы, чтобы эти времена менялись и в том ключе, в котором мы прогнозируем. Но мы не изобретаем велосипеды. И как бы сейчас не было логично спекулировать и торговать долларом через рост, я надеюсь, что американская валюта не может и не должна слабнуть тогда, когда ФРС повышает процентные ставки. Поэтому доллар и японская иена сейчас котировки у нас 114.80. Мы с вами ждем закрепления выше сопротивления 115. И, наконец-таки, рассчитываем на то, что ценовые значения будут гораздо выше. Евро против доллара. Также довольно интересный инструмент сейчас. Почему? Потому что евро, конечно же, будет зависеть от решения ФРС, поведения этого актива. Ну и еще есть и национальная тема, более близкая для, может быть, спекулянтов европейского фондового рынка. Это тема выборов. Потому что, собственно, 16 марта, послезавтра у нас будут уже по результатам данных экзитполов, предварительных опросов, точно сказать, кто же одержал победу на выборах в Нидерландах. Официальная статистика будет чуть позже, 21 марта. А сейчас я хочу поделиться с вами данными общественного мнения. Есть позиция, есть предположение, что победу может одержать Герд Вилдерс, который является представителем партии ультраправых. То есть идея всеобщего популизма, которая распространяется сейчас по всему Европейскому Союзу, того, что каждая экономика, отдельно взятая, но особенно среди действительно стоящих с хорошим потенциалом развития национальной промышленности, достойна автономии, как Англия. И эти идеи разделяют сейчас многие. То есть если победу, опять же, одержит Вилдерс, то можно будет сказать, что это еще одна предпосылка для продолжения вот этой цепной реакции, которая вроде бы как запущена, но пока еще не распространяется. Цепной реакции развала Европейского Союза. И победа Вилдерса может стать еще одним предзнаменованием того, что во Франции победу одержит Мари Липен, которая также является представительницей партии ультраправых, по-моему, Народного фронта, вроде так называется. Но мы знаем то, что Мари Липен уже изначально выступала во время своей предвыборной кампании, продолжает это делать, настаивая на то, что нужно будет провести референдум о выходе Франции из состава Европейского Союза. Политическая тема, в связи с этим, будет нарастать. Сейчас, я думаю, что для евро это точно не позитивный знак. Поэтому, если не устраивает трейдинг через продажу евро через доллар, ну, можно попробовать зайти с другой стороны. Зайти со стороны политических рисков. Но это все равно взгляд исключительно медвежий и взгляд на то, что евро будет с тем возвращаться постепенно. Надеюсь, мы все-таки возвращаться в район поддержки 1.05. Сегодня советую обратить внимание еще на британцев, потому что фунт здесь больше, скажем, сейчас ориентируется на так же новости, более близкие к себе. Это по Брекзиту, потому что вот завтра пройдет последний день согласования, голосования о каких-либо изменениях в законопроект, посвященный о процедуре Брекзита. Я не сомневаюсь в том, что последние поправки будут отклонены, и поэтому у ТРСМИ будет возможность, чтобы инициировать 50-ю статью Сабонского договора. Честно говоря, это негативный знак, потому что, как только это произойдет, все поймут то, что отношения, опять же, ТРСМИ с представителями ведущих экономики Европейского Союза, опять же, вот эти притертости, как следствие того, что ТРСМИ не смогла согласовать идеальные условия по сохранению доступа к единому европейскому рынку, может напомнить всем трейдерам о самых негативных и печальных последствиях, с которыми столкнется Англия, когда уже станет автономным регионом. Может быть, первоначальная реакция как раз и будет предполагать продажи, которые, в принципе, уже идут. И еще, конечно же, тема по Британии, это тема уже из Шотландии, ну, в принципе, можно сказать, касающаяся непосредственно британца, возможности проведения референдума, еще одного. Тоже, думаю, что явно новостной фонд, который не настраивает на покупки. Но, как и раньше, если в отношении доллара я рекомендую сохранять длинные позиции в отношении европродавателя, что касается фунта, здесь я пока рекомендации давать не буду. Как и раньше, если хочется поторговать, руки чешутся на свой страх и риск. Но я пока, как вот верно подметил мой коллега, в ходе вчерашнего вебинара лучше посидеть на заборе. Доллар-канадец, спред доходности, а точнее его снижение по двухлеткам стало причиной того, что канадская валюта немножко оклемалась, но это, опять же, ненадолго. Я рекомендую USDCAD прямо сейчас занимать длинные позиции в расчете на то, что пара уйдет в район 1,36. И связано это будет, опять же, с ожиданиями роста доллара, я надеюсь, с продолжением снижения цен на нефть и того, что ситуация со спредом доходности снова нормализуется, уже не в пользу канадца, а в пользу, собственно, доллара. Австралийцы и новозеландец сегодня снижаются на азиатской сессии, как следствие выхода слабых данных по роничным продажам Китая. Здесь у нас настроения и ожидания также не меняются. По Австралийте мы с вами ждем отметку 0,75, по новозеландцу ждем уровень 0,69. После этого начнем искать уровни для дальнейших продаж. Золото пока прибавляет. Я думаю, что основная причина – это пока что выборы в Нидерландах, то есть политический вопрос, риски неопределенности. Больше оправдать интерес к золоту я сейчас не могу, но эта тема быстро сойдет на нет, ну точнее, как быстро, уже к концу этой недели должна полностью себя и жить, а к концу этой недели мы получим уже железобетонные сигналы того, как действовать дальше по американцу. То есть в отношении золота я, как и раньше, рекомендую придерживаться прежних коротких позиций. Американский фондовый рынок S&P понемножку возвращает прежние позиции, 2370 пунктов сейчас, наша цель 2450. Амбициозная, ну согласитесь, она того стоит, потому что мы говорим о таком же амбициозном лидере экономики, как Трамп и его же амбициозных реформах, которые еще точно не до конца отыграны в стоимости основных бенчмарок американского фондового рынка. Из важных событий сегодня в 13.00 данные по бизнес-оптимизму от 13.00, как и всегда, действует он до следующего брифинга, который состоится завтра в 9.30 по московскому времени. Поэтому остается только пожелать вам удачной, прибыльной торговой сессии. Пожалуйста, как всегда, контролируйте риски, подписывайтесь на наш канал на YouTube, оставляйте ваши вопросы. Ну и, конечно же, не забывайте про то, что нужно ставить лайки. Я буду вам искренне благодарен за это. Спасибо за внимание, всего доброго, до свидания.